Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Иван Осмолов, директор Центра социальной адаптации «Ресурс» и его супруга Евгения Осмолова, помощник директора. Здравствуйте! Проблема наркомании, она, наверное, у нас была в стране распространена в 90-е, в нулевые, но вот вопрос в том, как это сейчас, ушла ли проблема наркомании, изменились ли вот эти наркотики, которые употребляют люди, или проблема наркомании, она осталась? Проблема наркомании, она осталась, она, более того, прогрессирует, то есть, да, с течением времени она усилилась. Если сравнивать, допустим, с теми же 90-ми, ну, сейчас количество и возраст употребляющих, он, соответственно, ну, как бы стал больше, да, то есть, если раньше, допустим, это было там 16-17-18, да, вот с этого возраста, да, то сейчас это уже там из 13 лет подростки начинают употреблять. Опять же, вот по динамике развития, да, наркомании, то есть, с течением времени рост, значит, наркозависимых усиливается, и, что самое страшное, то есть, нет критики, да, вот к этому заболеванию, да, то есть, молодые люди употребляют, и немолодые тоже употребляют, начинают употреблять, и, ну, критики к этому нету. Вот, причиной является, ну, сам состав, да, то есть, химия, да, химические наркотики, которые сейчас, ну, есть на рынке, и они дают стойкую иллюзию того, что я сам с этим справлюсь. Они дают стойкую иллюзию того, что если их так можно легко купить, то это, ну, не совсем уж и прям противозаконно. В связи с тем, что распространение, да, оно приобрело такой масштаб огромный, вот, это стало проще сделать, то и, соответственно, люди употребляющие стали из больших слоев общества. То есть, если раньше это, мы будем говорить о, как правило, ну, какие-то преступные элементы, да, люди, да, люди, там, с уголовным прошлым, люди, которые, там, хотя бы знают кого-то, потому что раньше всегда это продавалось из рук в руки, и просто так тебе никто не продаст. То есть, тебе нужно знать кого-то, чтобы, там, что-то, кто-то как-то тебе помог в приобретении, да, то, что сейчас это может, там, простой, там, школьник это сделать, да, и попасть в зависимость от препарата. Почему попадает в зависимость? Потому что наркотик, ну, мощный, да, и на психику очень сильно влияет, то есть, он захватывает сразу полностью, да, на уровне тела, ума и души, там, вот, да, так, как бы на трех уровнях на этих, и полностью поглощает. И что самое страшное, да, если мы сейчас говорим про то, что возраст стал моложе, болезненных последствий стало больше. То есть, у людей нет, то есть, мы сейчас работая, да, вот с подростками, допустим, да, или, там, с молодыми людьми, работать сложнее. Почему? Потому что нет за что зацепиться. То есть, нет установок. То есть, они не пожили даже. Они не успели, ну, что-то наработать. Они не успели поработать, они не успели поучиться. Они не успели, там, жениться, что-то как-то. Вот. Плюс в самих семьях не было, ну, достаточной, там, мотивации, да, но установки не формируются. А когда нет установок, не за что зацепиться. И то есть, нам в реабилитации приходится вот эти общепринятые моральные устои, общепринятые моральные принципы им прививать. Вот уже в том возрасте, когда они уже должны были быть прививлены. То есть, это усложняется в этом работе. То есть, задача такая стоит. А раньше, раньше чуть по-другому было. Раньше критики было больше у наркозависимых. То есть, они понимают, что они в зависимости. Они понимают то, что это проблема. Они понимают то, что это уголовно наказуемо. Вот. Но они как бы осознанно идут на, ну, на употребление, да. И как бы. И на лечение раньше как-то более осознанно шли сами. А сейчас из-за отсутствия, опять же, той же критики, но идет, ну, такое стойкое сопротивление. И нам приходится эту критику строить именно в реабилитационном центре. Но вот как раз вопрос зависимости. То есть, сейчас, как вы сами сказали, то есть, употреблять начинают вообще со школьного возраста, со средних классов, даже не со старших. Но имеет ли это такую вот прям зависимость и усугубление зависимости? То есть, ребята, которые употребляют там в 13-14 лет, они, скажем так, перебесятся, успокоятся, и потом выйдут в светлый прекрасный мир? Или они будут продолжать употреблять, и нет выхода из этой зависимости? Ну, какая-то часть, она попробует, и те, которые перестанут, ну, те, которые не продолжат употреблять, они сразу и не продолжат употреблять. Но это небольшая часть. Да, это небольшая часть. Почему? Потому что работали в личной терапии с подростками, которых привели родители, допустим, на сессии. Это не в стенах реабилитационного центра. Я как психолог тоже принимаю. Вот. И их просто привели. Я спрашиваю, ты чего пришел? Ну, у меня так-то все нормально. Вот. Ну, и кисло, так, ну, как-то вяленько. Он не разговаривает на какие-то темы, да, касаемо там какой-то инвентаризации, там, поведения, всего остального. Но как только я его прошу рассказать, а что на переменах там происходит? А что там вот это? А что там вот как бы за нормой? И все. Глаза загораются. Улыбка. Он начинает рассказывать. Там целая, так сказать, структура такая развитая, да, где они там что-то продают, перепродают. Это касается даже не только наркотиков, а касается там вейпов, вот этих вот всех вот штук. Видно, как реакция запускается, да. То есть реакция тела у них запускается. Некоторые даже встают, начинают рассказывать. Вот так вот ходить там, а мы вот там, а вот там, а вот это. Я в этом, я здесь, я понимаю то, что он уже там. И ему, чтобы оттуда уйти, нужно попробовать что-то от здорового, что будет у него вызывать такие же как бы эмоции, такие чувства. Я бы хотела еще добавить, что вот, например, когда я контактирую с теми же ребятами-подростками, да, в стенах реабилитационного центра, либо по выходу из него, я обращала внимание, что они не понимают степени интенсивности вообще вот этих наркотиков современных. И для них это такая игра некая, как, не знаю, как азартные игры, как игры в мобильный телефон, ну, как что-то новое, необычное. И они играются в эту игру до тех пор, пока они становятся поздно. И там очень большой риск того, ну, прямыми словами, риск передозировки, риск в этом состоянии попасть в какую-то ситуацию опасную для жизни. То есть сколько случаев, когда подростки в состоянии употребления, пусть первого, второго, ну, реально попадали там, выходили из окон, либо попадали под машину. То есть мы не говорим о том, что наркотик там прям их с первого раза убьет, хотя вероятность как бы в любом случае есть. Они не умеют рассчитывать дозировку, часто им достается он бесплатно. То есть угощают друзья, знакомые и не рассчитывают, соответственно, на норму возраста, там, не знаю, килограммов того или иного человека. То есть вот эта вероятность, вот этот риск, он очень высок. И от этого как бы страшно. То есть здесь не то, что втянутся они или не втянутся. Я переживаю за то, что первый раз можешь стать последним. И просто там уже не успеет как-то ничего измениться. Сам человек, который употребляет наркотики, может ли понять, что он зависимый? Или это должны понять люди вокруг него? И что им делать, когда они понимают, что человек зависимый? Ведь зависимость может быть не такая, что, как вы описывали, что наркоманы, которые употребляют, которые тяжело употребляют, долго, они-то, я думаю, хоть что-то, но у них в голове остается, что я зависимый, что-то со мной не так. Но если человек употребляет там несколько раз за год, там, условно говоря, по праздникам, как алкоголь, он зависимый, как понять людям вокруг него, что он зависимый, что с этим делать? Возникает тоннельное мышление, и постепенно, постепенно, постепенно человек впадает в это тональное мышление, и он думает только об одном, как достать и как достать еще. Как достать, как употребить, как достать еще. Все. Интересная такая вещь, то, что все прекрасно знают, что делать. Делают ли? Нет. Вот. Почему? Потому что надо попробовать самим. Вот. Разными способами, там, как-то вот давайте его закроем, давайте там его там отвезем куда-то, давайте там. Ну, просто реабилитационный центр, мы же понимаем, что да, что самый простой – это отдать человека в реабилитационный центр, но это же самое сложное. Что происходит? Да, к нам поступает человек. Вот. Дается ему там какое-то время на адаптацию, а вот он пока знакомится с правилами, его знакомится, знакомится с коллективом, знакомится с ребятами. Вот. Даются там первые задания для того, чтобы дать границы проблемы с той, с которой он встан. То есть, все вопросы в этих заданиях, они направлены на то, чтобы человек увидел, что он в проблеме. Потому что так, если у них у всех спросить, ну, как бы, у тебя проблемы есть, а он уже там, ну, неделю, допустим, у нас находится, он уже там, ну, пришел в себя и говорит, да, в принципе, все нормально, я как бы по большому счету могу и сам справиться. И когда начинается вот эта глубокая работа, то человек видит то, что он уже и так пытался, и так пытался, и вот так. И, то есть, все эти попытки были безуспешные. Вот. И тогда возникает вопрос, что же делать? И после этих заданий, да, которые выявляют границу проблемы, мы даем выход, ну, то есть, решение. Опять такими же заданиями, ну, различные задания, они там различные направлены в зависимости от человека, кто там индивидуально. Там есть базовая программа, и индивидуально, то есть, к каждому, потому что, ну, некоторые не готовы там к базовой, допустим. Некоторым чуть больше нужно времени для того, чтобы там включиться там в тот или иной там раздел. И это определенное время должно обязательно пройти. Нельзя просто, допустим, на там месяц, да, там поместить человека в какое-то помещение, пригласить туда даже если самых там именитых специалистов, да, там человек пять там или шесть с ним там жить, они ничего не сделают за месяц, готовности у психики нету. То есть, психика потихоньку отдает болезненные последствия, те, которые натворил человек. Он психика потихонечку приобретает готовность к тому, чтобы идти и, ну, и менять свою жизнь. Воздоровление – это не про просто отказ там от наркотиков или от алкоголя. Воздоровление – это именно про вот там действия и в семье, и в обществе, и вот в социуме. И происходит еще один круг. Он заезжает, так скажем, в режим, там, месяц, два, три, в зависимости от степени срыва, то есть, длительности. Вот. И успешно выздоравливает, продолжает. То есть, нет такой статистики вообще, в принципе, вот с первого раза сколько процентов выздоровляют, сколько там со второго, сколько с третьего. Это процесс. Я не думаю, что вообще есть такая статистика какая-то, ну, более-менее там приближенная к реальности. Потому что я знаю, у нас на виду, ну, много ребят, которые, вот они с первого раза, с первого, со второго, может быть. И они, как бы, включены в процесс. Мы их видим там на группах, мы их видим, ну, мы общаемся вообще. У нас общие чаты есть, и, как бы, они все на виду. Ну, если персонал понимает про концепцию болезни, зависимости, то болезнь зависимая, болезнь семейная. И если в процесс не включена семья, то есть, не включены, как бы, родственники, да, то, ну, скорее всего, это не тот реабилитационный центр. То есть, скорее всего, это такая текучка. Вот. Там всегда есть и финансовая, ну, как бы, и бизнес, и духовная составляющая. Вот в этом вот кроется залог успеха, так скажем, залог вот именно выздоравливающих ребят, которые выходят. Потому что они-то это тоже все видят. Они же считывают, как к ним относятся брошенные, там они не брошенные, приходят специалисты, не приходят специалисты. Но сейчас каждый день из-за того, что мы в городе находимся, очень, ну, удобно, доступно. И у нас, сколько у нас, пять где-то приглашенных специалистов, которые приходят, ну, на протяжении недели. То есть, кроме тех, которые там постоянно уже. Они это видят, они понимают то, что, ну, в них там вкладывают, то, что они понимают, за что не платят. И это их мотивирует на то, чтобы, ну, остаться в этом состоянии. А если они видят то, что их закрыли, там, как бы, ну, там, кормят, там, ну, что-то. Но конкретной работы не идет, соответственно, и срывов будет больше. Важно появляться там в центре, ну, как бы, руководство. Важно там, ну, опрашивать, как-то, ну, поспрашивать, как, чего там. Ну, какие предложения там есть, там, чего бы хотели. Я бы еще, наверное, добавила про контактность. Потому что есть опыт взаимодействия там с некоторыми центрами, где очень трудно дозвониться непосредственно до сотрудников, до руководства, чтобы что-то уточнить. Ну, по крайней мере, такие жалобы поступали. А есть центра, в которых, грубо говоря, работа идет 24 на 7, потому что мы прекрасно понимаем степень напряжения родственников и стараемся, как бы, поддерживать с ними диалог непосредственно. То есть это важно. Быть на связи, не теряться. И, наверное, еще про честность. Так как у меня сфера работы связана не только с реабилитацией, есть такой опыт, что очень часто хочется приукрасить свою работу, там сказать, да у него все хорошо, все хорошо, все выздоравливает. А иногда, мне кажется, нужна честность. То есть где-то сказать, что да, еще недостаточно, еще требуется вот это. Возможно, отношения пойдут не так, как вы хотите, будут формироваться. Возможно, этому человеку потребуется чуть больше включенности или времени, или там, например, какой-то дополнительной проработки. Мы много говорим про реабилитационные центры, но так и не сказали, где находится ваш и куда можно обратиться. Телефон наш, да, он вот здесь на экране. Всегда нас можно найти в соцсетях, реабилитационный центр ресурс. То есть ВКонтакте мы именно так обозначены. И находимся мы на Уридского, 68, то есть там можно тоже туда прийти и поговорить, задать вопросы какие-то интересующие. То есть у меня есть несколько, допустим, пациентов, которые сейчас лежат. И, ну, мамы, как правило, мамы. Папы меньше включены. Просили посмотреть. Да, и то есть мы заводили прям в процесс. Ну, как-то человек смотрел. Я давал возможность пообщаться непосредственно с ребятами, которые в процессе находятся. И после... Было очень приятно, когда после меня звонят и говорят, мы приняли решение, все, мы идем к вам. Иван, Евгения, спасибо, что стали сегодня нашими гостями, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова